всех приветствую продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием по книге великий музей мир статуя хафры древнее царство гиза нижний храм хафры 4 династия правление хафры 2520 2494 годы до нашей эры диорит высота 168 статуя представляет фараона хафра строитель второй по величине пирамиды гиза она была найдена в его храме сделанным из гранита остатки которого и сейчас можно видеть в гизе композиция модель экспрессия образа и утонченность работы оправдывали стремление воплотить власть божественного фараона хафра показан сидящим на троне в традиционном облачении подлокотники ножки трона с высокой спинкой имеет форму львов по боковинам высечен стилизованный символ объединения верхнего и нижнего египта состоящий из композиции ростков папируса и цветов лотоса фигура демонстрирует абсолютную власть материал диорит с природными прожилками служит для передачи объема и как бы излучает свет исходящий от ушедшего в иной мир фараона за головой хафры сидит фигура сокла простирающего крылья что является зримым олицетворением главной идеи царской идеологии воплощение бога хора в правящем царе вот такое описание к работе статуи хафры древнее царство гиза нижний храм хафры 4 династия правления хафры диорит 2520-2494 год до нашей эры описание по книге великий музей мира пока пока до свидания хроники как, хроники ты 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 Продолжение следует...